Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня руководители трех телеканалов нашего города собрались, чтобы пообщаться с председателем Севастопольской городской государственной администрации Владимиром Григорьевичем Яцубой. Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте, Владимир Григорьевич! Здравствуйте, телезрители! Здравствуйте, Севастопольцы! Здравствуйте, руководители трех телеканалов! Я хочу вас поздравить с тем, что вы впервые, я не знаю, может быть, раньше когда-то было, но за три года, что я работаю, первый раз руководители трех телеканалов сидят вместе с руководителем города в одной студии. И самое приятное в этой ситуации то, что в то время, когда мировая общественность прикована, в общем-то, к информации, которая идет из Украины, эта информация неспокойная, нестабильная, можно сказать, разруха на главной площади нашей столицы, Севастополь живет мирной жизнью. И не просто живет мирной жизнью, а обсуждает новые большие инвестиционные проекты. При этом я хотела бы сказать, что совсем недавно вы говорили, что на этот год вы не планируете каких-то глобальных проектов, потому что достаточно сложное финансирование. Что произошло? Почему появились глобальные вопросы? Ну, наверное, и в связи с тем, о чем вы вначале сказали, потому что меня учили так, что надо за повседневными заботами не забывать о перспективах. А с другой стороны, так сложилось, что вот за эти две недели инвесторы нахлынули прямо в Севастополь, причем не просто такими прожектами, которые не просматриваются, а с конкретными предложениями, которые очень нужны Севастополю. И самое главное, они реальны. Вот, поэтому я выступил инициатором. Во-первых, мне хотелось, чтобы все телеканалы были здесь, если честно. Ну, во-первых, в Первого Севастопольской есть достаточно удобная студия, где мы сейчас находимся, за что я тоже благодарен. Ну, и мне захотелось, в общем-то, изложить те перспективные вопросы, которые будут в перспективе локомотивом развития Севастополя. Это очень такие серьезные вопросы, и не сказать об этом жителям Севастополя я просто не имею права. Я одновременно хочу сразу обратиться и попросить через ваши телеканалы получить обратную связь, что очень важно будет для того, чтобы скорректировать свои решения, обсудить эти вопросы. Вы первые услышите, и через вас услышат севастопольцы. Ну, тогда, не мудрство и лукаво, перейдем сразу к обсуждению интересных проектов. Прежде всего, хотелось бы показать небольшой видеоряд, который предварит первый из проектов. Давайте посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, вот вопрос про солнечное будущее. Речь идет, и вот сейчас видеоряд это иллюстрирует, об инвестиционном проекте австрийской компании «Эктив Солар». Это солнечная электростанция. Вот интересно, что же они такое нам предложили. Мы знаем, что в принципе в Крыму есть такие проекты, есть, кажется, в Одесской области. Это интересно городу. Почему? Они есть и у нас. Вы знаете, что мы в прошлом году на северной стороне заложили солнечную электростанцию. Она в завершении. Она будет подключена к общей энергосистеме города Севастополя. Но вообще солнечная энергия, по оценкам специалистов, является наиболее перспективной, наиболее доработанной. Мало того, государство приняло специальный тариф, который позволяет бизнесу серьезно заниматься практическим осуществлением этих проектов. Поэтому еще одно предложение было воспринято мною. Юрий Васильевич Донников был при разговоре с этим инвестором. Суть предложения такая. Город ищет площадку, близкую к станциям, к подстанциям, для того, чтобы путь подачи электроэнергии. У этой фирмы Солар есть разрешение лицензии на строительство таких мощностей. У них есть право на подключение. На общую систему. Да. Они просят только одного. Они просят место, удобное для размещения электростанции мощностью 100 мегаватт. 100 мегаватт – это почти половина потребления Севастополя. Если мы с вами в прошлом году заложили станцию на 3,5 мегаватт, то это 100 мегаватт. Для размещения до 200 гектар нужно. Причем нужны неудобия. Потому что в соответствии с экологическими нормами эта станция будет отслеживать рельеф той территории, которую мы предоставим. Вот сейчас мы изучаем этот вопрос, их предложения, их варианты. Эта фирма построила три таких мощных станции в Крыму. То есть выгода Севастополя очевидна. Да, мы как бы половину электроэнергии сможем получать именно этой солнечной. Это, видимо, сам проект не единовременный. Он даст какое-то количество рабочих мест. Что-то еще? Значит, ну, по разговору, который состоялся позавчера, в период строительства будут задействованы только наши специалисты. Это принципиальные условия города. Порядка 500 человек будут задействованы в строительстве. В обслуживании маленькое количество. Там порядка 50 человек будет работающих. Поэтому мы сейчас будем обсуждать этот вопрос конкретно уже. Но самое главное, что это та брешь, которую нам нужно закрыть по энергообеспечению. Севастополь не имеет резерва мощностей. Мы это чувствуем в период похолодания, когда хотим мы этого, не хотим. Люди используют электроэнергию для отопления. Ну и аварии бывают на этой единственной. Вот в прошлом году у нас была авария. Мы 40 минут держали большую часть города без электроэнергии. Именно из-за перегрузки. И если бы не теплоэлектростанция Инкерманская, которая хоть как-то спасла положение объекта первой необходимости города, мы бы простояли больше двух часов всем городом без электроэнергии. Поэтому подпитка дополнительных мощностей, находящихся рядом и не имеющие практически аварийных ситуаций, потому что это солнечная электроэнергия, это электростанция не очень сложная по монтажу, по обслуживанию. Поэтому очень нужна для Севастополя. Вот такое предложение, и мы готовы сегодня по всем параметрам согласиться на этот проект. Полностью финансирование идет за счет этой фирмы. Ну смотрите, да, вот лично меня, например, два момента здесь радуют. Первый момент, сейчас очень много говорят, что в Украине нестабильность, кто сюда пойдет с инвестициями. Вот вам хороший пример того, что есть регион, где стабильно и куда действительно могут пойти деньги, даже австрийские деньги, это нормально. А второй момент, который меня радует, ну знаете, за последние какие-то годы слово инвестиция, оно такое стало не очень хорошее, потому что сколько было этих фальшивых проектов, сколько было разговоров, то там то хотят, то там все, в итоге выходили какие-то потемкинские деревни. То есть здесь все-таки речь идет о чем-то реальном и ощутимом. Ну я два слова скажу, поэтому обычно, когда-то Королев сказал, кто хочет выполнить задание, тот ищет пути и средства, а кто не хочет, тот ищет причину. Так вот эти инвесторы, у которых нет ни денег, ни желания, а одна политика в голове, поэтому они, я этим вопросом занимаюсь давно, в принципе, в разных структурах государственной власти, как правило, блок ищут те, которые не имеют возможности. Когда начинаешь спрашивать, за какие средства вы будете делать, то, что вы предлагаете, как правило, говорят, мы возьмем кредит. Ну тогда я им задаю вопрос, я тоже возьму кредит, там, где и вы возьмете. Поэтому это конкретное предложение. Конечно, мы изучим полностью этот вопрос. Обязательно поедем на те станции, которые уже работают в составе этой фирмы. И будем принимать решения. Но идея очень хорошая и нужная для Севастополя. Спасибо. Владимир Григорьевич, интернет-СМИ уже опубликовали Вашу фразу по этому проекту, что строительство солнечной электростанции в Севастополе будет препятствовать наживанию на севастопольцах недобросовестными поставщиками энергоресурсов. Вот что Вы имели в виду? Я имел в виду, что особенно в обеспечении муниципальных образований или регионов должна быть обязательно альтернатива. Потому что приватизация и обеспечение особенно мегаполисных структур с одной руки, с одного канала, с одних условий – это очень опасный процесс. Если будет это… Вообще, в приличных странах, извините за такую формулировку, очень сильно работает антимонопольное законодательство. У нас, к сожалению, оно практически не работает. Поэтому вопросы монополизма, особенно связанные с обеспечением жизнедеятельности, таких образований, как города крупные, ну в Севастополе-то здесь попроще, всего там 380-400 тысяч, а такие мегаполисы, как Киев 3,7 миллиона, Днепропетровск миллион там, ну крупные города. А мы же знаем в истории других государств есть мегаполисы и 27 миллионов населения. Поэтому вот эта глобализация, особенно сфер энергетического обеспечения, электроэнергии, водоподача, там, ну все, что связано с обеспечением жизнедеятельности людей, она должна быть регулирована только структурами государства. Напрямую мы не можем влиять на бизнес. Ну понятно, что интересы бизнеса всегда отличаются от интересов государства. У них задача больше заработать, у нас задача создать условия для людей с минимальными затратами. Потому что темпы развития социальной обеспеченности, они, как правило, во всех странах отстают. То, что происходит в Европе сегодня, в Африке, это все результат того, что бизнес более успешно работает, чем государственная структура. Поэтому здесь должно быть все отрегулировано и взаимосвязано. Ну, если учесть, что многие специалисты, которые в том числе занимаются инвестициями, считают, что Севастополь предопределено стать городом с миллионным населением, то, я думаю, это не первая и не последняя электростанция, которая будет строиться в том числе на солнечных батарях. Есть проекты, которые не только для развития города солидные, серьезные, важные, но и проекты для души. Давайте посмотрим еще один видеоматериал и перейдем к следующему вопросу. Можно, прежде чем, я хочу отпорировать ваши высказывания относительно миллиона города. Я вам скажу, уникальность Севастополя заключается в том, что он одновременно является и большим миллионом человек, и 380. И структура управления, это сложнее, чем постоянно миллион человек в городе Днепропетровске. Потому что вот эти изменения состава городских служб, обеспечения, наличие миллиона, а потом, мы же это видим, в зимний период времени город затухает. Это не только город Севастополь, это судьба многих городов, которые имеют цикличность наполнения населения. Но город Севастополь удивительен тем, что они приезжают, большая часть сюда приезжает себе домой. Большая часть имеет здесь жилье. Мы проанализировали, что туристическая составляющая, где-то процентов 20-30. Остальные приезжают на летний период сюда жить. И слава Богу, чем больше будет таких людей, тем больше составляющая финансовая будет, когда приведется в порядок налоговая система. И тогда город Севастополь будет спокойно существовать, обеспечивать и приехавших, и живущих. Ну что, смотрим видеоряд, переходим к следующим вопросам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Севастополь Севастополь Владимир Юрьевич, вы начали активно изучать, как работают зоопарки в Крыму. И если уж цитировать ваши фразы из интернета, то стоит сказать, что вы уже говорили, и интернет это опубликовал, что в каждом приличном городе должен быть свой зоопарк. Что происходит в Севастополе? Появился интересный инвестиционный проект, это уже решение, или это на стадии рассмотрения, разработки? Он появился где-то год назад, вот эти съемки, которые вы смотрели, я сам их интересом посмотрел, они где-то годичной давности, ну летом прошлого года, но это не Африка, даже не Соединенные Штаты, или я не знаю, это Крым. Это Белогорский район, да, это Белогорский район, помешанный один человек, который начинал с зоопарка в Ялте, которого кляли все средства массовой информации. Я с ним познакомился, работая представителем президента, и помогал вместе с жерты решать ему вопрос по этой земле. Как сейчас помню, 22 гектара земли, он, Сережа помнит эту историю, он тогда работал вместе со мной. У него конфликт был там с Белогорского района. Да, у него просто конфликт был, его чуть не посадили, вот, там, это воинская часть, бывшая, разграбленная. И он решил создать там территорию Африки. Ну, я просто случайно ехал с Судака и позвонил ему, а он меня помнит, я ему помогал в свое время. И я туда заехал, он меня посадил на электромобиль и заехал в Левятник. Вот, поэтому мы объехали там 8 прайдов. Вот, прайд это семья, львов, под деревом лежит мама, папа и львята, и он к ним подходит вместе со мной. Вот, когда они там что-то возмущаются, он у них там что-нибудь бросает, разгоняет. Ну, меня это так покорило, я ему задал вопрос, говорю, Олег, ну, слабо под Севастополе чего-нибудь сделать. Я уже работал здесь. Вот, он приехал, изучил вопрос и дал предложение. В Инкермане заброшенный карьер, наполовину заваленный мусором. По моим подсчетам, там полторы тысячи тонн лежит мусора, свезенного. Но он когда-то был решением Инкерманского горсовета выделен под какое-то строительство. Никто там ничего не строил. Вот, и вот я не поднимал этот вопрос, потому что вместе со мной прокуратура разбиралась с этим отводом 14 гектар. Вот. Олег берется все сделать за свои средства. Ну, я уже не буду говорить о том, что это в Инкермане единственное будет пятно обновленной территории. Ну, там мало показано. Вообще, я думаю, что журналистам надо было съездить и посмотреть, в каком состоянии находится этот парк. Я много зоопарков видел, и берлинский, и в Африке был. Но такой красоты я не видел. Он просто хозяин. Но нужно на сегодняшний день сказать, что уже есть решение апелляционного суда по поводу земли, о которой вы говорите, и которая планируется. Вот сейчас развязали все проблемы. Вчера он был здесь. Он готов предоставить презентацию того зоопарка, который он уже сделал. Она есть, уже проект есть. По его информации, будет около 30 тигров. Он хочет сделать тигрятник, потому что львятник делать неинтересно. Есть программа спасения уссурийского тигра, который, кстати, занимается... Помните эти картинки российские, когда Путин занимался уссурийски, занимался спасением. Это действительно большая проблема. Популяция уссурийского тигра очень ограничена. У него уже есть приготовленные звери для будущего зоопарка в нашем городе. Нужны формальности, нужны обсуждения. Мы обязательно это сделаем, публичное обсуждение. Я думаю, чем... Но он мне сказал, через две недели он готов будет у нас. Мы приглашаем вас, я вас. Я приглашаю всех желающих. Не знаю, мы разместим где-то. Ну, в нашем большом зале там можно где-то 50-60 человек поместиться. Мы обязательно изучим. Ну, как мне представляется, это вообще нужен, нужный объект для детей, для школ, для туризма. Это нужный объект для возрождения Инкермана. Потому что туристическая составляющая в Инкермане мы знаем какая. Ну, Каламита и монастырь, так и условно. Да, и монастырь. Больше там ничего нет. С монастырем тоже уже провели переговоры. Они понимают, что это будет дополнительное количество людей, которые приедут. Ну, и честно скажу, в тот район, где размещен этот заповедник, конечно, ехать в Степной Крым сложнее, чем ехать по дороге на ЮБК и заехать в Инкерман с детьми и показать им эту красоту. Главное, территорию подготовить и весь этот мусор убрать. Мусор. Вестор, берется. Я вас тоже приглашаю туда, чтобы я не голословно говорил. Если общественное слушание поддержит это решение, мы вместе с вами, вместе с Олегом выйдем туда, и он обещает даже до разрешения начать своими силами, за свои средства увозить этот мусор. Готовить плацдар. Сколько времени предполагается на реализацию этого проекта? Вот то, что мы видели, и то, что в Белогорске кто туда ездил, вообще у меня была такая идея начать какие-то экскурсии туда. Конечно, там, да, не просто туда. А кроме туристической, прошу прощения, кроме туристической составляющей, наверняка экономическая выгода Севастополя от этого светит? Ну, экономическая выгода будет, во-первых, работы будут выполняться нашими людьми, люди будут работать, Сенкермана, порядка 150 человек будет работать, ну, так, он мне так объяснял. Вот. Он, правда, очень жесткий руководитель, он, я с ним там общался, видел, как он управляет с этим хозяйством в Крыму. Ну, у него чистота и порядок, он эти мраморные эти скамейки из Китая привез, у него все самое лучшее. Вот. Он сейчас там расширяет территорию, выход делает к озеру, потому что там у него большая проблема была, у него степь была. А животные, как правило, там же разные животные. Конечно, водопой, там, все это очень серьезно. Но я такого не видел, клянусь вам. Я думаю, что на территории Европы такой красоты, такого львятника просто никто никогда не увидит. У них просторов не хватит, Сергей Дмитриевич. Да, нет, я просто реплику хотел бросить, что Зубхов, в принципе, человек, в том числе и благотворительностью занимающийся. Я помню, как мы снимали, как наши делегации детей, ну, детей там, сирот, из детского дома, ездили туда, он организовал эти поездки в Тайган, наш, к Севастополь, те школьников. То есть, я не думаю, что он не должен это не продолжать, да? Я думаю, что это будет хорошо, и в плане даже социального образования. Я говорил, чем? Я вот практически это третий или четвертый раз с ним общался. Во-первых, настолько он убежденный человек в своем бизнесе. Ну, это просто уникальный человек, я вам честно. Ну, во-первых, когда он открыл ворота, охрана открыла ворота, и мы заехали туда вместе с ним на электрокаре с моим водителем, я даже не понял, откуда я попал. Ну, как ни странно, рядом с ним у меня не было страха перед этими животными, которые подходили к нам, бежали за электромобилем. Он с ними обращается, как, знаете, как курятник зашел, он с ними обращается. Он живет этим. Там гостиница, там ресторан, там все там сделано, ну, европейский уровень. Даже я вам скажу, я такого не видел. Это гордость всего Крыма. Ну, и какое количество людей. Он мне там прокрутил ролики. Ну, и мы приехали. Если бы не он, мы там долго стояли. Поэтому, я думаю, что Севастополь только обогатится и культурой, и интересом, и туризмом от наличия такого объекта. У нас-то ведь, ну, что у нас есть? У нас есть частные маленькие зоопарки, которые люди за свои деньги, у Коморья есть, там такое. Ну, там нет возможностей. Нет того, что мы могли бы получить. Я вам честно скажу, я когда-то мечтал это сделать в Днепропетровске. В Днепропетровске нет. Даже нет зверинца. Привозят несчастных зверей в этих машинных будках. Это позор. Я вообще их бы запретил, потому что это издевательство над живой природой. Владимир Григорьевич, у Вас прошла очень интересная встреча. Я потихонечку подвожу нас всех к тому, что мы переходим к третьему вопросу, который запланирован для сегодняшнего обсуждения. Смотрим еще один видеоряд. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Григорьевич, встреча с делегацией правительства Российской Федерации по вопросу социально-экономического развития города в рамках межправительственных договоров между Украиной и Российской Федерацией состоялась буквально вчера поздно вечером, накануне нашей встречи. И никакой информации пока об этом еще официальной нет. Все-таки что было, с кем Вы встречались, о чем договорились? Ну, я начну с того, что Вы знаете, что подписан договор был между двумя президентами. И вектор отношений с Россией и с Евросоюзом изменился. И хотел бы, чтобы севастопольцы и все, кто переживает и разделяет мою точку зрения, понимали, что наш президент Виктор Федорович сделал серьезный выбор, за который сегодня сам страдает. И все, что происходит, это, в общем-то, главная причина того, что происходит. Но решительности и смелости нашему президенту не занимать. И все, что было принято решение при подписании этого договора, это в пользу, прежде всего, города Севастополя. Это первое. Второе. Одним из пунктов договора было записано в первом квартале этого года разработать межправительственное соглашение по поводу социального улучшения или развития социально-экономического города Севастополя. Зная, что рано или поздно нас просят, мы не садились сложа руки, а даже на коллегии рассмотрели эти вопросы. Мы ничего нового не придумали. Это все те вопросы, которые давным-давно были наработаны моими предшественниками, вами, потому что это вопросы болезненные для города Севастополя. И я эти предложения направил в правительство Украины. Знакомы с этими материалами в администрации президента лично Клюев Андрей Петрович, Министерство регионального развития, МИД знает об этом, потому что они должны на основании наших материалов готовить эти предложения. Одновременно, учитывая хорошие отношения с многими представителями власти Российской Федерации, такими как Собянин, мэр Москвы, раздел которого здесь же есть, вы знаете, мы многое получили, еще по договору должны получить. Предложения, которые мы разработали после телефонного разговора, я направил Валентине Ивановне, для того, чтобы тоже она нас поддержала. В преддверии вчерашней встречи приезжал начальник управления администрации президента Борис Яковлевич Рапопорт, который и подготовил встречу с Сурковым, Владиславом Юрьевичем, и с бывшим министром регионального развития, который сегодня возглавляет управление в администрации президента. Разговор шел о том, что 24 числа этого месяца в Киеве будет межправительственная комиссия, которая будет рассматривать все предложения по договору, ну и я надеюсь, что и нас пригласят, где мы будем предлагать свои варианты включения в этот договор. Что мы предложили? Я хотел бы, чтобы севастопольцы знали. Сегодня я всем руководителям фракции городского совета передал такие предложения, я вам их передал. Я вчера Суркову передал, его помощнику, всей российской делегации, командованию Черноморского флота, потому что мы без них не включаем ничего, потому что это касается взаимоотношений. У нас так было заведено и с Федотенковым, и с Александром Викторовичем. Значит, первый вопрос, это, конечно, изменение методики участия российского флота в социально-экономическом развитии. Это знаменитый коэффициент отчисления от субвенции за пребывание Черноморского флота. Об этом говорили и при Жунько, об этом говорили, по-моему, даже еще при Семенове. Размещение заказов на ремонт кораблей Черноморского флота. Мы знаем, что эту проблему не будут тратить время. Это 13-й завод. Это судьба завода «Орженикидзе», который, по моему разумению, сегодня Порошенко не до этого завода. У него другие планы, другие задачи. Поэтому я просил российскую сторону вернуться к этому вопросу и рассмотреть вопрос создания на базе этого крупнейшего судоремонтного завода настоящую базу ремонта кораблей и российских, и украинских на данный момент. Это катерное сообщение. Мы просим российскую сторону продолжить тему паромов с участием Анинкова. Кстати, он сегодня, я еще буду с ним встречаться, он приехал. Он был в Министерстве инновационного развития и транспорта Украины. Не знаю, до чего они там договорились. Но я прошу, чтобы российская сторона приняла участие в строительстве новых или приобретении новых катеров, которых сегодня 14, и все они наладом дышат, потому что те, кто их эксплуатирует, деньги в основном ложат себе в карман, они участвуют в реконструкции, в ремонте, в содержании, в строительстве новых. Потому что любая фирма, которая не занимается перспективой развития своего бизнеса, она в конце концов станет банкротом. Оборудование для коммунальных служб. Это касается той программы, которая у нас давно отработала с Москвой. Я просто ее сюда переключил. Это уборочная машина, это известная пожарная лестница, без которой, не дай бог, что случится, мы не в состоянии выполнить задачи, которые должны МЧСовцы выполнять. Это вопросы, связанные с приобретением коммунального оборудования, в том числе и получение кредита на приобретение троллейбусов, только кредита способного, ну такого кредита, который мы сможем отдавать где-то. 3-4 миллиона в год мы могли отдавать, если бы кредит был похожий на те условия, которые наше правительство разработало. На 10 лет, 15 лет кредит под 5 процентов, и мы бы могли заказать троллейбусы. Если бы это был российский кредит, например, ПТБ, мы бы заказали троллейбусы саратовские, и пожалуйста, и Саратов бы от этого получил выгоду. И мы бы дальше продолжили замену всех транспортных средств. Сюда же мы записали 10 автобусов для Казачки, потому что по линии Автодора выделены 35 миллионов на прокладку новой дороги в районе Казачки. Потому что мы даже в мае месяце должны будем вместе с командующим Черноморским флотом принять в эксплуатацию 2-3 дома, которые будут готовы, и люди заселятся. А там еще школа не готова, детский сад не готова, школа не готова, и дороги нет. Поэтому вот эти социальные вопросы мы тоже сюда забили. Система общественного транспорта, я уже сказал, это имеется в виду троллейбусы, задолженность за природный газ. Город Севастополь, как вы знаете и все знают, 240 миллионов долгов за прошлые 5 лет. Это накопившаяся проблема. Мы просим рассмотреть этот вопрос, не знаю, как к этому отнесется Газпром и нефтегаз. Мы просим просто сделать взаимозачет. Если будут развязываться газовые проблемы на уровне государства отношения Газпрома и нефтегаза, мы вносим такое предложение рассмотреть и найти удобоваримый вариант погашения этой задолженности. Еще один, самый главный и самый важный, на мой взгляд, для простых горожан вопрос, это реконструкция инфраструктуры центрального городского холма. Имеется в виду Матросский бульвар, дорога возле штаба Черноморского флота у нас, на этот год заложено в бюджете на расширение и на приведение в порядок. Мы заложили своих полтора миллиона на приведение в порядок рядом с усыпальницей адмирала нового красивого здания в торце этого бульвара. Ну и приведение всей этой территории при подготовке празднования Черноморского флота. Строительство детского сада школы закончить, детский сад мы за свои деньги в этом году должны закончить, мы выделяем 24 миллиона и должны к концу года его сдать для того, чтобы дети, казачки могли уже ходить в этот детский сад. И принять участие в окончании строительства школы в следующем году, а школу в следующем году. Вот, по-моему, все вопросы, которые мы обсудили с руководством Российской Федерации администрации и правительства. Все было одобрено, теперь будет зависеть от того, как эти вопросы будут обсуждаться на межправительственном уровне. Знаете, перед эфиром я вот нашел фразу, самую известную фразу Владислава Юрьевича Суркова, которую он произнес в 2006 году, что наша российская модель демократии называется суверенной демократией. После чего пояснил, это сказал он на брифинге, что российская модель демократии отличается от остальных тем, что она не навязана извне и не управляется в интересах неких политических и экономических режимов. Что, собственно говоря, и подтвердило, наверное, вчерашняя встреча ваша. Ну, я вам скажу так, я много читал о Суркове, разных статей. Ну, во-первых, мне нравятся люди, которые имеют свое мнение. Правда, им тяжело живется и в России, и в Украине. Я по себе это знаю. Это первое. Второе. Человек прошел серьезную школу. Он на трех или четырех столностях был там, где я был. Я знаю, что это такое. Он был руководителем практически аппарата Кабмина. Ну, правительства Российской Федерации. Он был первым замом администрации президента, занимался. Кадрами и вопросами, чем я занимаюсь. Но Украина – это Украина. Она же не сравнится с объемом проблем и с величием Российской Федерации. И с трудностями, которые обязательно возникают. Поэтому в 50 лет пройти такой путь и не согнуться и, будем так говорить, оставаться на острие проблемных вопросов. Потому что, когда все красиво, назначают, как правило, нужных людей. А когда сложно, назначают людей, которые способны развязывать проблемы и иметь положительный эффект. Там уже не до назначения нужных людей. Там нужны тяговые силы, которые будут давать результат. Поэтому к таким людям, да. Во всяком случае, в общении очень простой человек. И мне понравилось, что он ловит на лету, потому что человек владеет ситуацией и знает не понаслышке, в том числе и проблемы Севастополя. Вот что меня обрадовало, что человек владеет ситуацией не хуже меня, во всяком случае. Ну, смотрите, да, это наше предложение. Вы почувствовали обратную реакцию? Да, это все выполнимо. Ну, давайте будем говорить. Это администрация президента Российской Федерации. Это все деньги. Поэтому это наше предложение. Я это публично говорю. Может быть, для этого я и хотел озвучить наше предложение на телевидении. Потому что завтра скажут, Яцуба обещал построить. Я же знаю, Севастополь уже не первый год. Я это говорю для того, чтобы сделать правильный выбор для предложения, обсуждения на межправительственном уровне. Возможности одного и другого правительства я не могу гарантировать и не могу знать. Это будет принимать решение руководителей правительств. Хотя, по большому счету, для Российской Федерации, для российской стороны и для украинской стороны объемы финансирования или поставки, например, техники для Севастополя. Две уборочные машины, одна лестница. Ну, это смешные, будем так говорить, объемы для той же Москвы. Но, давайте же не забывать, что это не из склада берут, а берут оттуда, где тоже проблем, поверьте, миллионы. Поэтому мы это предложим. Когда будет заседание межправительственной комиссии, это будет все рассмотрено точно и скажут, вот это будет, это не будет. Когда это произойдет, я еще раз приду к вам, обещаю, вот, хотелось бы, чтобы вы опять были втроем, вот, в этой студии, и я доложу, какое решение принято. Есть предложение вообще почаще собираться? Я не возражаю. Мы с удовольствием продолжим общение в таком же формате, я думаю, мои коллеги с этим согласны. Обязательно. Если у вас, уважаемые коллеги, больше нет вопросов. Но я еще хочу заказать, но то, что на таком уровне, уже за последние три недели, администрация президента Российской Федерации, администрация Украины, уделяет внимание Севастополю. И то, что непосредственно приехали на место для того, чтобы изучить и разобраться с этим вопросом. Я думаю, что ни один регион такого внимания со стороны высших уровней государственной власти не имеет. Поэтому, конечно, хочется большего. Знаете, как раньше было? Надо просить 100 миллионов, чтобы дали 20 миллионов. Так и мы делаем. Но это продуманные вопросы, это все документы подтвержденные, это с расчетами. Тут есть и Камышовая бухта, и Котельная, которую я не назвал. У нас все задокументировано, и мы готовы предложить проектное решение по каждому из этих вопросов. Очень модно сегодня говорить о коллективном разуме. Будем надеяться, что все севастопольцы, выслушав все, что предлагает сегодня Севастопольская городская государственная администрация, и в вашем лице, в частности, подумают о том, что пусть все это сбудется. Хотя бы на треть. Да, зачем на треть? На 100, а в дальнейшем и на 200 процентов. Не будем ограничивать себя в своих планах и мечтах. Я тоже за коллективный разум, но принимать надо решение одному человеку. А мысли добрые на то, чтобы это решение воплотилось в жизнь, отправят каждый севастопольцы в наш мировое пространство. И пусть все сбудется. Спасибо большое, Владимир Григорьевич. Вам спасибо большое. Всего вам доброго, уважаемые телезрители, и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!